Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. На сегодня мы находимся в состоянии принятого указа президента главы Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевича Николаева о введении режима повышенной готовности по причине коронавирусной ситуации. На настоящий момент санитарно-эпидемиологическая ситуация в Республике остается в полном объеме под контролем как государственных органов власти, так и муниципальных. Продолжают работать оперативные штабы, отслеживание, мониторинг ситуации и принятие мер по недопущению коронавирусной инфекции на территорию Республики. Если оценивать прошедшие две недели, то необходимо обратить внимание, что, к сожалению, за прошедшую неделю отмечается некий небольшой рост количества заболеваний коронавирусной инфекцией. По данным управления Роспотребнадзора, она, прежде всего, связана в том числе и с новыми приезжающими и возвращающимися с отпусков гражданами республики. Но оценивая эту ситуацию на оперативном штабе, глава Республики Сахая Кутя обратил внимание, что это ситуация, которая находится также под контролем властей, так как были приняты все меры для того, чтобы непосредственно как предложить гражданам органов местного самоправления выявлять те, кто приезжает и возвращается из отпусков, так и, соответственно, самим гражданам обращаться в медицинские организации в случае и соблюдать режимы самоизоляции, в случае возникновения ситуаций, связанных с приездом в населенные пункты, в город Якутск и с других населенных пунктов. Если брать за сутки, то за сутки выявлено 58 новых случаев коронавирусной инфекции, при этом 31 случай приходится на город Якутск. В Мирзинском районе из районов самое большое количество случаев, 7 случаев, и тенденция по таким пока этому количеству случаев сохранялась еще и прошлую неделю. Связано это прежде всего с четкими действиями органов местного самоправления оперативного штаба Мирзинского района на территории района, по которым выявляются граждане, возвращающиеся в Мирзинский район после отпусков. В Алданском, Верхневилюйском, Намском, Нюрпинском и Чарапчинском, Улусах по два случая. В Болунском, Верхоянском, Вилюйском, Горном, Ленском, Нерингринском, Аймеконском, Средниколымском, Татинском и Уси-Алданском по одному случаю. Все ближайшие контакты названных случаев выявлены и изолированы. К сожалению, на настоящий момент подтвержден, по данным Роспотребнадзора, один летальный случай от коронавирусной инфекции. Наши лаборатории продолжают работать в пределах двух тысяч анализов за сутки. И за прошлые сутки, так как у нас было воскресенье, выходные дни, 1988 исследовали на новую коронавирусную инфекцию. Вообще, с периода пандемии на территории Республики обработано 404 случая, 404 263 теста и, соответственно, исследования. Необходимо обратить внимание, что касается непосредственно спектра тех исследований, которые проводятся на территории Республики. Как проводится исследование ПЦР, так проводится и исследование на антитела, которое по своему содержанию не является процедурой, обеспечивающей или подтверждающей тот или иной медицинский диагноз. Поэтому непосредственно на настоящий момент, кроме государственных учреждений здравоохранения, на территории Республики, в том числе в городе Якутске, работает ряд лабораторий, на которых можно непосредственно проверить на наличие антител. Так как у нас в Республике уже началась кампания, связанная с вакцинацией против гриппа и кампания по диспансеризации, то на настоящий момент достаточно широко развернута сеть наших учреждений здравоохранения, которая непосредственно работает по выявлению антител и, соответственно, дальнейшей профилактики. Действительно, это суббота-воскресенье в целом для медицинских организаций Республики была очень напряженная. Во-первых, потому что начинается подъем заболеваний, связанных с УРВИ и с гриппом. Медорганизации Республики готовы к тому, что непосредственно госпитализация граждан будет осуществляться в разных учреждениях здравоохранения. Маршрутизация разработана и, соответственно, готовы для лечения. Но сегодня у граждан, которые за субботу обработали наши медицинские организации, рекордное действительно количество вызовов. Большинство из них связано с ОРВИ и с гриппом. Но в целях снятия вот такого психологического напряжения эти вопросы были урегулированы. На настоящий момент под особый контроль глава Республики Саха-Якутия поставил перед нами задачу оперативному штабу взять под контроль Севера. Да, действительно, за прошлую неделю у нас появились новые случаи там, где их не было. Это и Усть-Майский УЛУС, один случай, на настоящий момент очаг оккупирован, и Среднеколымский УЛУС. Соответственно, вся информация, которую мы сегодня даём по всем УЛУСам, которые бы мы ни давали, вся информация основывается только исключительно на подтверждённых данных Роспотребнадзора. Количество же людей, которые могут оказаться с предположительными диагнозами, либо же непосредственно, значит, связанными с тем, что с признаками какими-то определёнными без диагнозов, оно всегда достаточно большое, и медики всех берут под наблюдение. Поэтому ещё раз прошу обращать внимание на то, что достоверной информацией является информацией, которую передаёт Республиканский оперативный штаб. Она у нас есть на соответствующих официальных каналах. Всем здоровья! Продолжение следует...